всем привет сегодня я расскажу и покажу идеальную планировку дома ну почти идеальную то как нам кажется что значит идеальная планировка для комфортной жизни эту планировку разрабатывали мы у себя в студии разрабатывали мы ее с нуля разрабатывали для частного дома и задачу мы перед собой ставили следующую какой должна быть планировка дома чтобы семья чувствовала себя в нем комфортно чтобы было удобно чтобы было всего достаточно чтобы хватало мест хранения чтобы была хорошая общая комната чтобы было уединение у каждого члена семьи в общем вот все эти многочисленные но которые встречаются у застройщика мы постарались устранить и мне будет невероятно интересно почитать ваши комментарии обязательно пишите что нам удалось что не удалось что мы учли что не учли потому что здесь в этой планировке мы делали все с нуля мы ограничивались только лишь разумностью мы старались этот дом не раздувать делать его максимально компактным по площади он 170 квадратных метров это и так много потому что люди стремятся уложиться в 100 130 семьей имеется ввиду а здесь аж 170 и сейчас я покажу как это выглядит расскажу логику а вы в комментариях напишите согласны вы со мной или не согласны или может быть что я забыл учесть или может быть что можно было сделать по другому и так поехали и так что такое пространство для личного проживания для проживания семьи а надо сказать что мы взяли стандартную семью 4 человека мама папа и два ребенка с одной стороны нам нужно обеспечить так называемую социализацию то есть пространство где все встречаются общаются приходят гости завтракаем ужинаем званые ужины проводим званые обеды дни рождений праздники и все такое прочее где мы можем пошуметь потанцевать развлекаться посмотреть телевизор в общем совместно у нас протекает там жизнь с другой стороны этот дом должен быть таким который бы нам обеспечил максимальную приватность что такое приватность во первых нас никто не видит во вторых нас никто не слышит в третьих мы не ощущаем никаких посторонних запахов и все такое прочее то есть это полное уединение как это сделать в квартире для меня большая загадка и очень часто мы идем на различные компромиссы чтобы хоть что-то выжать из той или иной квартиры и у нас получилась следующая история дом поделился на две половины первая половина это общая комната так называемая кухня гостиная где все встречаются где мы готовим еду где мы обедаем где мы смотрим телевизор на диване другая часть это место уединения и обратите внимание они эти две части разделены входной группой зачем это сделано это сделано для того чтобы обеспечить приватность между ну давайте назовем так частными апартаментами и общественной территория предположим у вас вечеринка играет громко музыка вы танцуете шумите громко разговариваете а в это время вашим детям необходимо отдыхать или готовить уроки короче говоря они не должны вас слышать если их детская комната находится прямо за стеночкой как это обычно проектируется в квартирах или даже в некоторых домах то все прекрасно будет слышать слышно я вас уверяю если эта детская комната будет находиться прямо сверху над гостиной тоже все прекрасно будет слышно в нашем варианте стопроцентная звукоизоляция потому что между двумя этими блоками есть еще один центральный блок входной группы который помимо того что это вход в дом это еще и звуковой буфер обратите внимание эти две части дома соединяет галерея через которую мы проходим из кухни-гостиной на уже приватную территорию звукоизоляция обеспечивается еще и внутри этой приватной территории если вы посмотрите внимательно на планировку то увидите что территория родителей это отдельный прямоугольник разделенный с комнатами детей коридором то есть между двумя этими назовем это жилыми отсеками находится коридор который является тоже звуковым буфером и мы получаем две отдельно взятые территории родительскую и детскую есть две детские комнаты по 15 квадратных метров рядом с ними есть ванная в которой ванна раковина унитаз это же комната является гостевым санузлом а вот у родителей есть абсолютно и полностью своя территория полностью обособлены за одной дверью мы сначала заходим в гардероб переодеваемся дальше мы проходим в ванну моемся выходим обратно и либо в спальню либо обратно в коридор и в гостиное пространство в спальне мы можем кровать расположить лицом к окну и если у нас красивая природа за окном или красивый сад то мы прямо не вставая с кровати можем лицезреть эту красоту а можем кровать развернуть вот таким образом к стене в спальне можно расположить дополнительные места хранения для вещей для одежды это может быть какой-то стеллаж а может быть мы захотим поставить сюда камин два кресла и у нас получится такой совсем уже частный приватный уголочек где мы можем посидеть у камина вечером с бокалом шампанского например и ощутить вот то мгновение счастья которое мы уж не так часто и испытываем а вот здесь с помощью планировки мы этого добиваемся вспомните когда вы заходите в квартиру или в какой-то дом у нас есть ощущение того что мы зашли в какое-то закрытое пространство очутились внутри каких-то стен и и неважно красивые они или не красивые мы внутри чего-то здесь когда вы заходите в дом и попадаете в тамбур это стеклянные двери за стеклянными дверьми мы естественно видим следующее пространство и попадая в этот дом мы сразу же видим стеклянную стену за которой у нас продолжается сад и таким образом мы не понимаем а мы уже зашли в дом или мы еще не успели в дом зайти мы все еще на природе находимся но на самом деле там уже внутри дома но как бы мы все еще в саду потому что здесь у нас может расти какое-то дерево или красивая клумба а может быть при желании сюда можно сделать фонтан и будет складываться ощущение у вас что вы все еще на природе при входе предусмотрена большая гардеробная это невероятно удобно и вообще это должно быть в каждом доме в частном доме особенно потому что там еще больше одежды и обуви и шапок не нужно носить одежду куда-то в подвал или на мансарду чтобы ее там хранить нет а должна храниться здесь в прихожей в гардеробной прихожая должна быть достаточно большого размера чтобы вы и ваши гости например могли с комфортом раздеться и вот мы разделись прошли дальше в дом и попали в галерею из этой галереи мы можем пойти налево это общее пространство либо направо это частная приватная территория таким образом мы добиваемся вот чего это называется градация интимности помещений то есть чем ближе ко входу тем помещение более общественно чем дальше от входа тем она более частная и вот самое ближнее у нас это гостиная до кухня гостиная а самая дальняя это спальни про который я уже рассказал давайте теперь про гостиную это большая комната сорок семь с половиной квадратных метров в которой располагается кухонный гарнитур обеденный стол диван с телевизором и при желании можно установить камин давайте посмотрим на кухню кухня с острова это самое удобное расположение кухонного гарнитура потому что он лучше освещен во вторых когда мы готовим мы стоим лицом в комнату и мы можем общаться с людьми которые в комнате мы можем видеть людей которые в комнате а еще мы можем собрать вокруг этого острова домочадцев и вместе что-то готовить а еще за этим островом могут расположиться гости и пока вы что-то готовите они могут пить кофе или пить вино согласитесь это невероятно удобное расположение кухонного гарнитура помимо этого вдоль стены есть большой шкаф тире хранения этот шкаф заменяет собой склад который должен по идее быть около кухни небольшой склад для хранения каких-то продуктов для хранения каких-то салфеток какого-то оборудования кухонного может быть хлебопечка там у вас будет или комбайн и так далее и так далее в общем все те некрасивые приборы предметы которые обычно хранятся на поверхности кухонного гарнитура мы все убираем в этот шкаф который у нас хранение дальше у нас есть обеденный стол который прямо напротив окна здесь показано 4 место ну вроде семья же у нас 4 человека но при желании мы можем поставить еще два стула и какая-то пара пришедшая к нам в гости может вместе с нами посидеть за столом а если захотим мы можем стол поставить еще больше на 8 человек а если пришли гости мы можем его раздвинуть и усадить хоть 12 человек прямо здесь а если повернем стол вдоль то и все 20 это невероятно удобно дальше у нас стоит диван напротив панорамного окна это невероятная возможность любоваться видами из окна представьте это же здорово у вас панорамное окно во всю стену и вы любуетесь всеми красотами помимо этого много света кстати говоря обратите внимание эта комната которая освещена с четырех сторон где вы видели комнаты у которых окна со всех четырех сторон а здесь это есть со стороны кухни со стороны улицы со стороны веранды и со стороны двора с четырех сторон комната освещена это невероятный подарок как бы не был расположен ваш дом эта комната всегда будет залито светом и это просто подарок ведь солнечные лучи это самое ценное что есть в нашем интерьере именно солнечные лучи окна тоже расположены не просто так они продумывались но во-первых панорамное окно про которое я уже рассказал во всю стену это самое нарядное окно через которое мы любуемся природой но помимо него есть еще и другие есть которые находятся с торца стола они сделаны здесь специально чтобы сидя за столом он хорошо освещался чтобы мы видели в окно и смотрели на что-то красивое и еще одно окно там где кухня это тоже очень полезная вещь потому что у нас светло там где кухня это окно можно вырубить до пола и вообще сделать там дверь и прямо из кухни мы можем выйти на крыльцо обратите внимание вход в дом именно с этого крыльца и если к вам идут какие-то гости вы откроете дверь с кухни можете уже их встречать штрафным бокалом ну или просто помахать рукой или например вы можете сразу же поставить сумки в кухню если привезли продукты из магазина в общем это открывает перед вами невероятные возможности использования этим пространством вы например можете здесь при входе поставить небольшой столик за которым вы можете позавтракать рано утром быстро перекусить и поехать на работу вы можете поставить лавочку на которой вы будете сидеть и смотреть на улицу в общем эта планировка дарит вам невероятное количество различных вариаций использования этого пространства и различных сценарий проживания в этом пространстве далее проследовав через галерею обратите внимание почему галерея я уже сказал это стеклянная стена которая стирает границу между домом и природой и представьте что вы ходите из спальни в гостиную но также наши движения строятся по дому вот как сейчас у вас передвижение выглядят вы идете сквозь темный коридор ну наверное коридор украшен какими-то фотографиями на стенах или висят какие-то бра там люстра может быть обои красивые но в любом случае вы находитесь внутри этого каменного мешка в этом варианте когда вы идете из гостиной в спальню или из спальни в гостиную вы идете практически по улице потому что улица же вот она вот прямо за стеклянной стеной если идет дождь снег вы все равно на улице но вам тепло а при этом вы все видите представляете как будет здорово вы идете в гостиную пить кофе а у вас здесь прямо рядом с вами падают большие хлопья снега ну это ли не счастье мне кажется это просто идеально здесь прямо с кухни вы можете выйти на эту веранду сесть за этот прекрасный стол или расставить шезлонги или что угодно здесь делать не знаю барбекю можно жарить качель поставить качаться вариантов много а если посадить дерево здесь посередине этой веранды то это может стать вашим семейным деревом и она будет расти вместе с вами с вашей семьей представьте как вот осенью желтеют листья вот они опадают как зимой ложится снег на эти ветки и это станет настоящей картиной за этим стеклом у вас будет настоящая живая картина которая называется природа и вы будете наблюдать ход этого времени вы будете наблюдать как меняется погода за окном вот для чего здесь сделана эта стена вот для чего здесь сделана эта большая галерея но и это еще не все друзья когда хорошая погода эти стеклянные двери можно раздвинуть есть такие конструкции которые позволяют полностью убрать эту стену и получится что передвигаясь по дому вы вообще передвигаетесь на улице это как в южных странах знаете делают там на бали где-нибудь или на таиланде но мы подумали а почему здесь мы не можем такого сделать у нас почему что мешает да ничего не мешает мешает только наши какие-то внутренние ограничения которые вот прямо здесь сейчас мы взяли и стерли и вот именно такая конфигурация дома и именно такая планировка дарит вам не только стопроцентный комфорт но и ощущение от нахождения внутри этого дома потому что этот дом полностью сливается с природа и вы с природой посмотрите какие фасады обращены ваш чудесный сад который я надеюсь у вас будет это максимальное остекление а вот со стороны улицы наоборот это максимальная закрытость это позволяет с одной стороны показать что наш дом ну что называется мой дом моя крепость с хорошими крепкими стенами с изрядной долей приватности что все таки нужно постучаться в дом позвонить в дверь и попроситься войти внутрь это с одной стороны то есть такая некая закрытость с улицы с другой стороны это полная открытость природе и так вот такая у нас получилась планировка одноэтажного дома 170 квадратных метров идеальная планировка для комфортного проживания пишите ваши комментарии что вы думаете по этому поводу ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и всем пока да прибудет с вами муза кстати мы можем еще и другие дома спроектировать обращайтесь и будет вам дом мечты